Екатерина занимается флористикой порядка 10 лет. Из них шестой год ведет свой цветочный бизнес. В Барнауле у женщины два салона. Цветы заказывала в основном из Голландии. 90% продукции было импортного производства. Но с появлением санкций и резким скачком иностранной валюты возникли серьезные проблемы, начиная от невозможности поставок, заканчивая сильно возросшими ценами. Маленькому магазину удерживать цены нереально. Реально удерживать цены крупным оптовикам, но они этого не делают. Пока цена вроде более-менее не настолько выросла, чтобы это было сильно критично. Но люди напуганы, люди приходят, спрашивают, у вас, наверное, вообще страшные цены. Предыдущие пару лет были сложными из-за пандемии. Старались искать варианты, чтобы продолжать вести бизнес. Как справляться в нынешних условиях, пока остается только гадать. Вот эти санкции, они же совершенно обоснованы, правильно, но поддержки государства нет никакой. Мы точно так же платим налоги, точно так же мы платим аренду, и цена у поставщика повышается, у нас, соответственно, тоже повышается. И, ну, как бы, выживет, наверное, кто-то. Кто-то выживет. Проблемы не обошли стороной крупные цветочные сети. Несмотря на то, что договор с мировыми производителями пока еще в силе, цены не радуют ни предприниматели, ни их клиентов. Были такие варианты. Подходили к витрине, смотрели цены, смотрели, что можно выбрать, подобрать за ту стоимость, которая у них имеется. И некоторые разворачивались и уходили. Говорили, нет, мы не можем себе такого позволить. Это очень дорого. По словам Александра, если сравнивать с мартом прошлого года, то число покупателей уменьшилось приблизительно на 40%. Что ждет цветочный бизнес дальше, прогнозировать, говорят, флористы, сложно. Возможно, придется и вовсе отказаться от зарубежной экзотики, особенно маленьким магазинчикам. София Иценко, Вадим Быстревский, День с толком.